всем привет привет в этот пасмурный осенний день хочется конечно же солнышко но к сожалению осень она такая хмурая сегодня я хочу сделать обзор этого прекрасного сорта который находится у меня в мутации бабочки и без мутации этот сорт называют азиаты лиолин оранж и мы можем видеть посмотрите это самый настоящий лиолин оранж апельсинка а голландцы называют этот сорт drop on the sun капля солнца утверждать сто процентов что это лиолин оранж тоже я не могу потому что именно этот сорт голландцы именуют как капля солнца и если присмотреться посмотрите окрас что у лиолин оранж что у drop the sun абсолютно одинаковый да но мы видим здесь отличие здесь отличие в размере цветочков у капли солнца более мелкие цветочки мы сейчас это замерим у лиолин оранж у нее более крупные цветочки но окрас идентичен абсолютно одинаковые что у одной что 2 архивейки по аромату как пасмурный оранж я пока что не могу сказать потому что сегодня пасмурно и очень часто есть сорта ароматные орхидеи которые пасмурную погоду практически не выдают аромата есть сорта орхидеи такие как капля солнца как лиолин оранж которые выдают аромат когда очень активный и повышенный ультрафиолет солнечный ультрафиолет и тогда эти сорта очень активно интенсивно издают свой прекрасный аромат а drop the sun действительно пахнет потому что она у меня появилась немножко раньше моей коллекции и на солнышке она сто процентов пахнет как пахнет капля солнца ну на любителя вам так говорить по крайней мере мне очень и очень нравится моей дочке не очень нравится аромат этого цветка но он интересен посмотрите какой окрас красивый интересный окрас мне она очень нравится на такая яркая солнечная красивая осенняя для кого-то она солнечно-летняя сам по себе сорт очень и очень красивый папля солнца аромат что-то такое цветочное с какими-то пряными специями поэтому будьте готовы к тому что если вы любите такие ароматы цветочно-пряные то вам этот сорт очень даже зайдет но не все любят такие ароматы примеру если вы любите все ароматы парфюмных фабрик то этот сорт может вам не зайти потому что у меня есть парфюмные фабрики у меня почти все они собраны коллекции ну там каких-то садов не хватает потому что я потеряла это скретный аромат вот и кого еще я потеряла кого-то вспомню по моему самарион если я не ошибаюсь да посмотреть кого у меня нет пару сортов у меня точно нет поэтому если вы любите парфюмные фабрики то этот сорт может вам не совсем зайти что-то похожее есть между ранковым бризом это леолин оранж касаемо ее аромата то что слышу сейчас я в пасмурное время года что-то такое какая-то нотка такая цветочная есть с легкими такими оголосками нота каких-то тоже пряностей что-то такая знаете какая-то похожая пряность как будто бы вот как в копчености добавляют что-то такое слегка копчено кстати этот аромат чем-то похож сога лауренс приближенный такой аромат между на этими сортами сога лауренс у него более насыщенный оттенок аромата в солнечное время года а у леолин оранж сейчас я слышу более такой мягкий оттенок аромата но тоже присутствует это пряная копчено и сейчас когда я провожу обзор присматриваясь к этим двум цветочкам они абсолютно разные и я начинаю делать выводы для себя и анализирует для вас что это два совершенно разных сорта я вам сейчас объясню почему здесь прям вот ярко выражены отличия этих двух сортов и это видно что это у нас леолин оранж это голландская орхидея но у азиатов такой подросток тоже есть и он точно такой же в цветение бабочки в мутации цветение бабочки а это у нас капля солнца это тоже голландская орхидей к и она отличая эти два сорта явно отличается размером цветочка и формы цветочка несмотря на то что у леолин оранж форма цветочка в мутации в пелоричной мутации бабочки но здесь можно найти отличие по губе как правило мы всегда стараемся искать тот или иной сорт по губе по ее форме по ее окрасу и по раз вокруг колоночки обычно тот или иной сорт можно определить по губе мы смотрим по форме цвету губе по окрасу вокруг колоночки где находится губка да и мы можем видеть что мы можем видеть что это совершенно разные сорта это леолин солнце и обратите внимание какая губка у капли солнца она более плоская расширенная ярко-розовая больше к бордовому оттеночку у колонки она более темная да это самая настоящая капля солнца у леолин оранж мы что видим мы видим губку такую красивую узенькую и сверху с таким интересным бугорочком она более ярко неоново-розовая вокруг колонки есть неоново-розовая дуга и даже когда орхидейка находится в мутации бабочки или там в мутации пилорика или три липса или без мутации эти все признаки будут присутствовать у этого сорта же у капли солнца если орхидейка находится в мутации бабочки в пилоричной мутации пилорика или три липса губка и вокруг колонки и цвет не изменяется он останется такой же даже при пилоричной мутации делаем сравнение даже по листку посмотрите у леолин оранж листочек более такой широкий с округлостями да есть острые такие концы но листочки более широкие у капли солнца что мы видим у нее очень салатовые листочки но они очень-очень узкие и острые не округлые так абсолютно все листочки видите то есть это уже взрослые растения у которых посмотрите какая разница в листьях да это два абсолютно разных сорта у них абсолютно разные цветочки да цвет одинаковый где-то перекликается совпадает но о губе можем видеть что это разные сорта абсолютно посмотрите да посмотрите насколько отличаются эти два сорта поэтому продавцы которые пишут что drop on the sun это лиолин оранж это неправильно и я тоже до последнего думала пока думала что это тоже лиолин оранж пока я не получила настоящий лиолин оранж свою коллекцию и я тогда поняла что это два разных сорта что продавцы немножко путают те кто пишет что это лиолин оранж это стопроцентный лиолин оранж те кто пишет что это drop on the sun продавцы это стопроцентный drop of the sun давайте сделаем замеры цветочков что мы здесь видим мы здесь видим что у нас цветочек хороших 4 сантиметра а у лиолин оранж цветочек хороших примерим хороших 5 сантиметров до верим самый верхний листочек у капля капли солнца что мы видим у нее размер самого большого листочка 14 сантиметров и что мы видим посмотрите у нас растет цветонос 4 из точки роста и это не страшно о точке роста я уже рассказывал в отдельном видео я еще проговорюсь и вымерим у лиолин оранж самый большой цветой цветочек говорю листочек у нас сколько тут хороших 13 сантиметров до листочки немного меньше но это еще не окончательный размер как правило растение еще молодое у нее могут немножко подрасти ручно . роста из которой растение выдал цветоносик страшно ли это нет не страшно для растения обидно только нам что получили такое растение к кстати с каплю солнца это орхидейка с розыгрыш это выиграна но и орхидейка с розыгрыша где продавец не указывал что он отправит орхидейку с точкой роста ну с остановленной точкой роста взяла мне отправила то есть это продавец и которую я все время покупаю и что-то на последнее время видимо большие объемы пошли и начинаются вот эти вот качели карусели да ну ладно это такое дело мне это расстраиваться нечего потому что все таки это орхидейка в моей коллекции я ее не планировал покупать хотя она мне очень нравилась но я не планировал потому что у меня сейчас достаточно орхидей с которыми нужно тоже как-то справляться и уделять им время вот орхидейку это я попробовал сыграть лотерейку не с первого раза с этой орхидейкой повезло но мы не о розыгрыше нарушена точка роста то есть это говорит о чем это говорит о том что у орхидейки больше не будут расти листочки но цвести она будет продолжать дальше наращивать корневую систему она будет дальше как мы видим тоже орхидейка ко мне приехала практически без корней да то есть корни есть сверху я не говорю что вообще под ноль корни корни есть но в горшке мы видим вообще там 12 корешочкой и корешки практически не просматриваются нужно ли вытрушивать такое растение из горшочка нет я ее оставлю в ее посадке пусть она растет развивается в своей посадке просто такое растение нужно правильно поливать почему потому что внутри горшочка есть торфяной стаканчик который набирает себя очень много влаги и при большом избытке влаги растение может просто сгнить поэтому поливать такое растение нужно методом погрузки меньше чем наполовину воды в кашпо которым будем мы погружать растение или там какой-то блюдце которого там погружаете то есть водички должно быть не выше ну то есть максимум половина и или чуть ниже половинки мы поливаем растение и оставляем на минут 15-20 пока грунт весь впитает в себя влагу и дальше это влага будет отдаваться нашему корням нашего растения немножко пострессовала успела пострессовать в то время пока она находится у меня на адаптации и на фоне стресса она засушила еще два бутончика один я уже сняла и как мы можем видеть она подсушивает еще два бутончика это не страшно это нормальная реакция растения на пересылку ко мне то есть на ночь ехала закрытой посылочки это первый момент второй момент сейчас уже температуры ночью опускаются до плюс 8 плюс 10 это уже холодно для растения и на этом фоне стрессовом фоне растение начинает подсушивать бутончики может даже подсушить цветочки может даже сбросить корешочки это все вполне нормально нарушенная точка роста у растения это не приговор нарушенная точка роста говорит о том что просто растение будет расти и развивать лиственную массу а все остальное гормон который отвечает за рост деток а детки могут быть на цветоносе поэтому когда ваша орхидейка цветет не срезаем цветонос оставляем потому что детка может быть как и с верхней точечки цветоноса да вот мы можем видеть живую почечку с этой живой почки может быть детка также может быть детка на любой живой почки которая есть на цветоносе что я сейчас рассматривала растение что я обнаружила смотрите был цветонос а под цветоносом был снят листочек и что мы видим и тут еще один листочек видите я конечно в шоке продавец мне ничего не сказала об этом и здесь та же самая история видите здесь по ходу было снято два листочка интересно это кстати леолин оранж от фалинового фольного очень часто бывают такие косяки даже сами продавцы этого не замечаете знаете что я еще обратила внимание на что посмотрите посмотрите мох в горшке у меня за всю историю сколько у меня 250 орхидея может чуть чуть больше посмотрите за всю историю я в первый раз вижу мох в вазоне прям хороший где-то кусочек мухам был и он просто пророс посмотрите это классно конечно же это говорит о том что внутри посадочки хорошая среда для растения и я вам так скажу что для садовников фольного внутри очень даже хорошая кора похоже на архиату очень даже неплохое растение вставляете но фольного очень часто бывают такие косяки когда они могут прислать растения не очень хорошего качества но я не буду говорить что это моя леолин оранж плохого качества мне она очень нравится она очень даже хорошая интересно но вот если бы я не заметила я бы и не знала что там отсутствует внизу два листочка то не просто снят обращаем внимание на посадочку и делаем для себя выводы нужно ли эти растения как советуют некоторые продавцы их немного но есть некоторые процессы я даже у них покупала орхидейки хорошего качества ничего не буду говорить не часто я у того продавца покупал орхидейки которая все время утверждает что как только вы получили орхидейку ее нужно вытрусить из посадки садовников вы сами себе задавали вопрос а зачем растения вытрушивать из посадки садовника там что какая-то не такая кора что там не так в этой посадке но задайте сами себе вопросы и посмотрите внимательно зачем это растение вытрушивать из этой посадки это растение садовник нам уже предоставил уже полностью готовая да то есть за которым просто нужно правильно ухаживать его нужно правильно поливать за ним нужно следить нужно смотреть чтобы лечить от вредителей и так далее и тому подобное и вытрушивать такое растение из посадки потому что там торфяной стаканчик это неправильно нужно просто с торфяным стаканчиком научиться правильно поливать растения а это мы делаем полив как я уже говорила по заливаем водичку по нижнюю часть горшочка и дальше у нас грунт настолько влагоемки что в течение 20-30 минут вы увидите как эта вся влага поднимется по коре да несмотря на то что у нас водички будет меньше половины это вся влага поднимается по воде по грунту нашего грунта то поднимает все корешочком эти корешочки становятся влажными если вдруг сверху примеру там увидеть что корни все-таки не влажный суховатый вы делаете легкое опрыскивание по этим корням водичкой но старайтесь опрыскивать так чтобы это не залетало в пазухе но если залетает где-то в пазухе мы берем и аккуратненько это все промакиваем убираем чтобы там вода не застаивалась поэтому вытрушивать растения как советуют некоторые продавцы и даже в одной группе там есть один человек который советует тоже вытрушивать растениям нельзя чтобы они находились в посадке садовника самом начале когда начала осуществлять орхидейную мечту коллекционировать орхидейки я тоже слушала подобных продавцов и по глупости просто брала и вытрушила орхидейки которые ко мне приезжали новые хорошие посадки шикарной корневой системой там места достаточно в горшке еще расти развиваться корневой системе и таким образом я просто теряла много орхидейк я не говорю что все но большую часть я теряла я начала анализировать и делать выводы а зачем вообще вытрушивать эти прекрасные растения из посадки когда они к нам приезжают уже готовые любуйся наслаждайся правильно ухаживай за растением пусть растет и развивается и я прекратила эти вещи делать и с тех пор я даже когда к мне приезжает крайне тяжело больное растение я вы не вытрушиваю из посадки я его адаптирую в этой посадки и это удачно получается и корни растут и этому вытрушивать растений из посадки или нет как я обещала я посвящу покажу целое видео я покажу примеры на растениях которые ко мне приезжали с гнилыми корнями и какой сейчас набитый горшок корней после того как я их не трогал из этой посадки я покажу посвящу этому вы наверное видели видео раньше было спасение лечение дженни где я ее не трогала с ее посадки я ее оставила несмотря на то что у нее были там гнилые корни и эти две красотки у меня будут в посадке сидеть до тех пор пока не набьют горшочек и еще больше корнями и это сто процентов до весны не будут в этом горшочке сеть а дальше будет видно если будет их корням будет тесно в этом горшочке тогда я сделаю уже пересадку в новый домик а сейчас пусть сидят в своих посадочках и трогать я их из этой посадочки не буду а просто нужно правильно и грамотно поливать растение вообще лиолин оранж мне должна была приехать на два цветоносика но как мне объяснила продавец что садовник ей прислал на один цветоносик этот сорт и смотрите один цветочек на стрессе уже сохнет он уже отпадет в ближайшие дни другой немножко травмировал но это не страшно это все нормальное явление все-таки была доставочка где-то при упаковочке или при доставочке могли травмироваться цветочки но они все равно прекрасны посмотрите когда будет солнышко я постараюсь показать этот сорт на солнышке он очень красиво смотрится на солнышке он будет еще красивее смотреться мне очень нравится этот сорт veins красотка да я существую пасмурно им передается тот красивый цвет который есть у этого сорта но этот сорт просто такой горящий огненный очень красивый сорт и она мне очень-очень нравится я рада что это красотка есть марки коллекции и показываю посмотрите красоту. Сверху Лиолин Оранж, а снизу Капля Солнца. Посмотрите, насколько они отличаются. Лиолин Оранж, он более горчичного оттенка, да, такого сдержанного, но с неоновыми такими вкраплениями, со сплэшем неоновым. А Капля Солнца ярко-ярко, солнышко. Очень красивый сорт. Поэтому я выпускала короткое видео и я писала Капля Солнца или Лиолин Оранж. Но на самом деле это два разных сорта. Я сейчас убедилась 100%, что у меня два разных сорта. Я просто счастлива от этого, что они разные. И по-своему очень-очень красивые. И кстати, у Капли Солнца цветоносики низкие, а у Лиолин Оранж более высокие цветоносики. Мы сейчас делаем замеры цветоносиков, потому что я про это забыла. Что тут у нас? Капля Солнца. Капля Солнца цветоносиком максимум до 30 см. А Алиолин Оранж. У нее цветоносик до 40 см. Красивые мультифлорки. Это, кстати, два сорта мультифлорного вида цветения. Это мультифлорки. Это не стандартный фаленопсис. Поэтому, если вдруг вы хотите эти сорта компактные, красивые, у них не будут, я думаю, больше листьев. Мы посмотрим, конечно же. Но я думаю, что в будущем у них листочки не будут огромные, размашистые. Это более компактные сорта. Могу ошибаться. Посмотрим, как они будут дальше расти. Ну, вообще, в целом, мультифлорки, они всегда более компактные, чем стандартные фаленопсисы. Есть и фаленопсисы, стандартные, у которых тоже листочки не очень крупные, миленькие. Но есть и такие, как беглипы, огромные, размашистые листья. Такие, как пенифы, тоже они с сониками вырастают. Там листья больше 30 сантиметров вырастают. Огромные просто. Девочки и мальчики, это два разных сорта. И я сама рада, что все-таки эти два сорта есть у меня. И я смогла убедиться, что это два разных сорта. И теперь я буду точно знать, где у меня капля солнца, а где Лиолин Оранж, и насколько они красивые по-своему и разные. Правда? Посмотрите, какая прелесть. Как они мне нравятся, эти желтые цветочки, солнечные, такие яркие. Они поднимают настроение. И Лиолин Оранж. Посмотрите, какая красивая красотка. Очень красивые сорта. У меня, кстати, Лиолин Оранж, я забыла, у меня Лиолин Оранж есть в подростке азиатском. Но там листья совершенно другие, они какие-то узкие. Я сейчас покажу, кстати, вам ее. Мне прям вот не терпится, когда она даст цветоносик, чтобы увидеть ее цвет. У меня, смотрите, Лиолин Оранж, азиатка. Посмотрите, какие у нее длинные, узкие листья. Вы это видите? У нее очень длинные и узкие листья. Ну, прям вот очень. Посмотрите. Она растит, растит листочки, но пока что не планирует она цвести. Кстати, у кого-то из девочек Лиолин Оранж, азиатка, процвела мне в мутации. Ну, посмотрим, как у меня будет. Ну, она разная. Посмотрите, они разные. То есть у голландцев Лиолин Оранж, у нее более круглые листики, да, а у нее какие-то длинные и узкие листья. В общем, посмотрим. Где тут у меня? Вот. Лиолин Оранж. Это Микки Орхидс. Посмотрим, что Микки Орхидс нам продала. Презла эти два сорта на кухню под подсветочку. Хочу посмотреть с вами, как это смотрится красиво и показать вам, как смотрятся при дневном свете, при солнечном свете эти два сорта. Мы еще на солнышке их посмотрим, потому что на солнышке это совершенно другой эффект. Очень красивый и необычный. Посмотрите, какая красота. Как они мне нравятся. Обе просто. У этой более горчичный оттенок у Оранж, да, а у Капта солнце. Посмотрите. Очень яркая, красивая, насыщенная. Прелестные сорта и ароматы. Но по поводу ароматов, смотрите, я говорила, что не на любителя. Действительно на любителя. Но нет такого, что вот прям ярко насыщенным пахнет и вам невыносимо переносить его. Нет. Он такой легкий, ненавязчивый. Но если вот прям носиком в цветочек уткнуться и вдыхать аромат, то на любителя он будет. Мне он нравится. Мужу и дочке мне нравится аромат Капты солнца. По Лиолин Оранж я еще не могу сказать. Аромат я слышу. Он такой нежный, цветочный, с такими пряностями. Но пока ярко я его не слышу, потому что я так понимаю, что Лиолин Оранж, точно так же, как и Сога Лауренс, отдает аромат, когда очень активно повышен ультрасолнечный, ультрафиолет. На этой прекрасной солнечной нотке я буду завершать свой обзор этих двух красоток. Лиолин Оранж, Капля Солнца. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, я где-то что-то недосказала, недорассказала, задавайте. Я с большим удовольствием отвечу вам в комментариях, если получится. Или же в самом видео дам ответ на ваши вопросы. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Я желаю вам прекрасного солнечного настроения, несмотря на то, что за окном очень пасмурно. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok